Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в двадцатом уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке мы с вами рассмотрим вертикальное выпадающее меню в Adobe Muse. Вот сейчас вы его можете видеть справа. Я для теста сделал такое небольшое меню. При прокрутке можно сделать так, чтобы оно было прилеплено к любой части вашего браузера. Как сейчас видите вы, я прокручиваю сайт и меню у нас остается на месте. Ну и либо можно его сделать, чтобы оно оставалось наверху. Но самая главная прелесть данного меню, что можем сделать неограниченное количество вложенности данного меню. То есть мы можем добавить как целые сюда категории ниже, как вот здесь представлено три. И по нажатию на любую кнопку плавно всплывает под меню. Ну вот здесь вот я просто не разместил никаких меню. Ну вот в первом я продемонстрировал, например, еще три страницы. А также каждый страница, каждый пункт меню может вести на любую внутреннюю страницу, на любую внешнюю страницу. Либо это могут быть якоря, чтобы скроллировать, то есть прокручивать наш сайт ниже, к нужной части сайта. Вот, например, вот так. Давайте рассмотрим, как это меню устроено. Переходим в программу Adobe Muse. Итак, открыли программу Adobe Muse. Можете открыть новый сайт. Это меню я пока удалю. Данное меню реализовано с помощью библиотеки мини-приложений, которую мы с вами уже начали потихоньку изучать. Переходим в библиотеку мини-приложений. И это у нас вкладка панели. Раскрываем список. И у нас тут присутствуют две панели. Панели со вкладками. Можно видеть демо здесь. Рассмотрим также позже. И раздвижные панели. По-другому можно назвать это спойлер. Это можно использовать в любом месте на сайте, как просто демонстрация какого-то контента. Но можно использовать еще и как меню. Что, в принципе, я и сделал вам для примера. Также перетягиваем в нашу рабочую область данную библиотеку. И давайте рассмотрим настройки. Также, как у всех мини-приложений, есть вот такая вот маленькая иконочка в углу справа. Кликнув по ней, можно предварительно настроить нужные нам настройки. Закрывать все. Можно поставить галочку. Это чтобы наши панели все были закрыты. Если галочки здесь нет, одна из панелей всегда будет открыта. Перекрывать элементы ниже. Можно ставить, можно нет. И редактировать вместе. Это значит, когда мы редактируем, например, одну верхнюю кнопку, другие кнопки редактируются вместе. Понимаете, первое, что нам нужно сделать, нам нужно удалить вот этот левый текст. Видно, что даже в режиме редактирования наше меню открывается. Также здесь имеется плюсик внизу. Это что нам позволяет прибавлять еще такие вот менюшки. То есть, если мы сейчас нажмем, у нас прибавился еще один пункт. Чтобы удалить, например, оставить только одну верхнюю меню, мы вот так вот аккуратненько выделяем именно нижнюю часть. То есть, смотрите, мы можем выделить вот так вот всю. Видно, что наши маркирочки, они расположены по всему прямоугольнику. И мы можем его перемещать вот так вот по сайту. Всю эту библиотеку. Но если мы вот так вот выделим, то есть, кликнем один раз, меню раскрывается, кликнем еще раз, меню закрывается, и у нас выделяется только вот одна вот эта менюшка. Вот так вот выделив на клавиатуре, нажимаем клавишу Delete. Выделим еще раз. Delete. Еще раз. Delete. Мы с вами сначала сформируем вот это вот одно меню, чтобы не путаться, а потом уже прибавим столько меню, сколько нам нужно. Сразу можно за ползунок вот так потянуть, немножко убавив наше меню. Но, видите, наше меню не убавляется, потому что нам мешает вот этот вот текст внутри. Вот сейчас, обратите внимание, будьте внимательны, я кликнул на раскрывающееся меню, как бы, и у нас видно маркирочки сейчас отмечены, идет выделение не текста внутри, а именно вот этой области раскрывающейся. Поэтому нужно кликнуть еще раз по тексту. Вы видите, теперь у нас выделен именно текст. И теперь мы нажимаем клавишу Delete, чтобы удалить данный текст. Все. У нас пустое менюшка из одной кнопки. Вот теперь мы можем потянуть и убавить размер. Прежде чем менять текст, менять цвета, давайте сначала определимся с размером. Вы должны уже на сайте своем, который вы делаете, вы должны понять, какой у вас должен быть размер. То есть размер вот такой и размер самой кнопки. Вот ширина, высота. Чтобы точно знать, контролировать размер наших элементов, в Muse вы должны найти вот такой вот инструмент. Интервалы. Кликнув по нему, и нам нужна перспектива. Вот этот вот элемент нам позволяет прибавлять меню. То есть вы должны вот здесь вот контролировать, то есть вы должны знать точное ваше название. Если мы будем двигать заползунок, то обратите внимание, что у нас здесь тоже меняются значения. Вот это вот как раз таки, вот видно здесь, вот здесь вот меняется, да, это у нас высота кнопки. Сначала мы делаем одну кнопку, а потом по ее подобию, уже полностью готовые кнопки, мы с вами добавим все следующие кнопки, которые вам нужны. То есть такое меню вам понадобится, если у вас, например, на сайте много страниц, много подпунктов каких-то, куда нужно сделать, например, якоря. Тогда такое вам меню подойдет. Ну, как правило, на лендинг одностраничниках такое меню встречается редко. Так, например, я хочу, чтобы была высота у меня 50 пикселей, но при этом ширина была, например, 200. Если у вас не выставляется вот здесь точное значение, здесь нужно расцепить скрепочку или цепочку. тогда у вас вот это значение будет независимое. Вот, значит, мы решили, ширина 200, высота кнопки 50. Давайте теперь разберемся с цветами. Вот так как сейчас у нас кнопка выделена, мы можем обратить внимание вот на верхнюю панель, где у нас заливка и по умолчанию там серый цвет. Можете выбрать любой цвет, который подходит вашему дизайну. Но у меня там в примере я использовал градиент. То есть, если кликнем по заливка, поставим точку градиент, изменим по вертикали, нижнюю черную часть, берем тот же цвет, только делаем потемнее. Обращаем внимание, что при этом у нас состояние стандартное. Вы видите, что мы можем курсор над кнопкой и активно, например, поменять любые другие состояния. Оставляем пока так. Также у нас имеется и обводка белого цвета. В принципе, здесь она у меня в моем дизайне хорошо подходит. Вы видите, здесь идет обводка в один пиксель белого цвета. И при клике я решил кнопку сделать градиентно из черного к желтому. Здесь цвет мы определили. Теперь давайте кликнем еще раз по кнопке. У нас раскрывается меню и меняется цвет кнопки на активное. Можно видеть здесь, что у нас здесь переключилось автоматически и показано, что у нас теперь выбрано состояние активное. Сразу же давайте изменим цвет. У состояния активное можно рамку убрать, как у меня в примере. Но учтите, если у вас рамки здесь не будет, а у обычного состояния будет, то кнопка уже визуально будет казаться разного размера. Заливка и белый цвет возьмем желтый, наверное. Также выпадающая часть меню у нас идет по умолчанию белого цвета. Мы кликнув по ней выделяем ее и берем пипеткой я беру фон своего сайта и у нас получается что-то вроде вот такого. Также будьте внимательны, что у выпадающей области, если мы ее выделим, у нее также присутствует рамка. Думаю, что здесь рамка не нужна и мы ее отключаем. Видно, что рамочка у нас тут пропала. Давайте посмотрим, как у нас это дело выглядит в браузере, посмотреть, все ли у нас нормально. Прежде чем мы приступим к дальнейшим действиям, мы должны разобраться с цветом. У нас почему-то при наведении не сменился цвет, точнее мы его не сменили, мы меняли именно активное свойство, а при наведении у нас не сменилось. Итак, выделяем вот так кнопочку, идем в состояние и вот пожалуйста здесь видно, что у нас курсор над кнопкой состояние не сменилось. Как правило, мы можем просто здесь изменить градиент местами и уже будет такой эффект, то есть серая темная ее часть будет не внизу, а наверху при наведении, а светлая соответственно ниже. Поэтому мы состояние стандартное, идем в заливку и нам нужно заполнить вот этот код цвета темной области. Копирую его отсюда, перехожу в состояние курсор над кнопкой, заливка и теперь делаем темную область, кликнув по цвету верхней частью, ну и соответственно это мы берем просто из нашего общего дизайна сайта и смотрим все ли мы сделали правильно. И вы видите, да, при наведении у нас идет такой некий как бы прожим кнопки, то есть видно, что кнопочка такая как будто выпуклая. Кликнув у нас меняется цвет активный желтый, который мы выбрали и выпадает список. Отлично. У нас осталась еще видите, тоненькая здесь серая рамочка не отключенная, да, надо обязательно ее убрать, она нам тут не нужна, у нас в примере здесь нет никакой рамки. Вы выделяете целиком вашу библиотеку, не просто вот так кнопочку или вот этот отдельный элемент выпадающий, здесь у нас видно, что обводка отключена, а мы выделяем вот так целиком, то есть убедитесь в том, что у вас например вот оно раскрылось, и вы видите, что вот эти белые квадратики, маркирочки, они идут по всей нашей библиотеке. и теперь мы можем видеть в панели вверху обводка и стоит один пиксель серого цвета. Мы обязательно отключаем, идем в браузер и смотрим, все ли у нас получилось. Вот вы видите, здесь белая обводка у нас осталась, и у нас выпадает меню и вокруг нет никакой обводки. Здесь личное дело каждого, то есть вы можете настроить свой дизайн и оставить обводку, если вам так больше нравится. когда мы с вами разобрались с цветом, можно приступить к заголовку нашей кнопки, то есть выпадающее меню мы с вами еще рассмотрим. Нужно два раза кликнуть в самой кнопке, чтобы у нас там замигал курсор, значит мы вошли внутрь и можем теперь редактировать текст. Я назову название кнопки просто главное. И здесь обычно как вы работали с текстом так же все работает. Выделяем кнопку делаем размер, делаем цвет и оставляем пока так. Не делайте размер текста слишком большой во всю кнопку, если вы хотите здесь еще размещать иконки, как у меня вот здесь в примере. С иконками смотрится гораздо симпатичнее. и так же вы можете менять шрифт, если это вам нужно. Если у вас текст находится не посередине кнопки, вы хотите более-менее его подправить, здесь уже такая тонкая настройка. Делаем так, чтобы курсор мигал в начале нашего текста. Идем в панель текста и вот этот элемент двигаем на верхнюю стрелку. И у нас видно, что немножко текст съехал в центр. То есть понятно, да? Вы выделяете текст, идем в панель текста и вот этот параметр у меня 135 я выставил и мой текст стал ну вот видно визуально он стал по центру кнопки, а не вверху ее. Давайте посмотрим на всякий случай в браузере. Вот видно у нас теперь текст ровненько находится по середине. Имеется ввиду по середине не самой кнопки, а именно от верхней области я немножко отступил, чтобы смотрелось симпатично. А теперь давайте попробуем вставить иконку. Опять же два раза кликаем, заходим внутрь нашего текста, чтобы у нас замигал курсор. Идем сначала в шрифты, мы с вами это уже проходили. Нам нужно выбрать иконочный шрифт. Вот он у меня Big Boss Icon. Выбираю его и иду в глифы. и выбираю ту иконку, которую я хочу. Я возьму этот колокольчик, ставлю его и сворачиваю глифы. Наша иконка встала. Ее можно вот так выделить и например дать ей более меньший размер. вот таким вот образом и пробел, чтобы иконка не прилипала к нашему тексту. Здесь нужно быть внимательным, так что смотрите, при обычном состоянии вы видите, какая у меня иконка, если я кликну, иконка явно больше. Состояние активное, иконка у меня не убавилась, так что нужно в этом состоянии ее также выделить и выставить тот же размер. Если мы будем вот так переключаться по состояниям и при этом смотреть на кнопку, мы можем видеть, все ли размеры у нас стоят правильные. Ну вот у меня в данном случае возникла проблема, что активное состояние у меня иконка явно больше. То есть в других состояниях у меня получилось у иконки сделать шрифт размер 20, а у текста главное 24. Так как у активной кнопки тоже размер букв главное 24 пикселя, у иконки 24 пикселя, и я пытался уменьшить, ни в какую не получается. Уменьшить здесь если долго повозиться, может быть получится сделать так, что у вас в одной текстовой области иконка одного размера, текст другого. но если у вас тоже не получается, старайтесь использовать текст и иконку одного размера, тогда проблема исчезает сама собой. Смотрим в браузере, размер я вернул иконки, тоже сделал 24. Смотрится более-менее хорошо. когда когда вы разобрались с основной кнопкой, можно в принципе заняться выпадающим списком. Значит, он у нас тоже готов, цвет мы подобрали, и внутри у нас элементы инструмент текста я использовал, вот здесь вот в демо я сделал три подпункта, это три текстовые области. Вы определяетесь, сколько у вас будет здесь подпунктов, если больше, чем три или меньше, выделяете выпадающую область и за нижний маркер либо увеличиваете, либо уменьшаете. Я беру текстовую область, где-то в пустом месте вот так вот кликаю и пишу название своего подпункта. Страница 1, выделяю, делаю большего размера, цвет делаю белый, иду в текст, на верхнюю стрелку кликаю, чтобы отступить от верхнего части, чтобы у нас текст был немножко посередине. И делаю его по центру еще. Вот таким вот образом. Вот. И я также хочу, чтобы их было тут три. Текстовый элемент мы зацепляем мышкой, и когда мы перемещаем нашу выпадающую область, видно, что выпадающая область подсвечивается синей рамкой, то есть мы в нее вот так до конца заносим, отпускаем, и наш текст попадает как бы внутреннюю часть. Чтобы его редактировать прямо там, нужно несколько раскликнуть мышкой по тексту, чтобы рамкой выделился он. Тогда мы можем внутри этой области его перемещать и подгонять по размеру. Вот. Я его выровнял так, как мне надо. Смотрите, в моем примере у меня еще там имеется у каждого подпункта желтая такая нижняя рамочка. Как я это реализовал? Значит, выделяем наш текстовый слой, идем обводка, выбираем выравнивание сначала по внутренней границе, расцепляем цепочку и я делаю рамку только у нижней части в один пиксель. И сразу выбираю цвет, беру тот же желтый. И все, в принципе, у нас это готово. Теперь мы зажимаем Alt и делаем копию нашему слою прямо внутри выпадающей области. Отпускаем и также я делаю третью часть. Вот так вот. Сразу я сделаю разные названия, то есть страница 2. Если у вас вы редактируете одну область и вы не можете войти во вторую текстовую, во второй текстовый слой, чтобы отредактировать, берете сначала инструмент выделения, потом идете во второй слой и тут производить свои манипуляции. Опять берем инструмент выделения, захожу в третий слой, здесь делаю страница 3 и пробел. А теперь идем в предпросмотр. Вот так вот у нас кнопка при наведении и вот так у нас выпадают страницы. Видите, у нас уже есть такое меню из трех страниц. Также если вам не нравится как здесь расположен текст, здесь слишком много пространства. Вы разместили текст и иконку и теперь это все дело например попробовать выставить по центру и сразу просмотреть состояние, чтобы у вас все было ровненько. Если у вас не встало ровно по центру, то можно просто в инструменте текст сделать вот этот вот отступ минус 7 минус 10 можно сместить еще минус 16 так здесь так если не получается то берем вставляем сначала по левому краю и этот минус 16 убираем пока на 0 и отступаем уже от края от левого так как нам нужно просто у нас по центру не встало поэтому мы делаем по-другому еще раз значит если у вас был текст по центру делаем по левому краю и теперь уже вот этот левое поле отступ не минус а плюс у меня получается 27 и уже здесь у нас текст нас начинает слушаться и выставляется по центру все у нас нормально после того как вы закончили полностью работать с кнопкой полностью определить с размером с цветом шрифтом настроили там под меню только после этого мы нажимаем вот на этот плюсик почему именно так то есть я удалил лишние пункты меню и работал только с одной кнопкой потому что вам это сэкономит время если вы будете редактировать каждую кнопку и подгонять друг друга под например первую кнопку под оригинал у вас уйдет слишком много времени а когда вы сделали одну кнопку полностью настроили смотрите я теперь нажимаю плюсик и у меня полностью размер кнопки цвет кнопки дублируются как надо мне останется только лишь сменить название и сменить иконку значит сменил я название выделяю иконку иду в глифы и выбираю что-то другое вот 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 образом так как слово страница больше чем главное поэтому она у нас получается немножко не по центру но как выставить эти размеры вы уже знаете и у нас смотрите получается очень очень симпатичное меню то есть добавлять меню вы уже умеете под пункты добавите и сделаете столько меню сколько вам нужно еще один момент переходим интервалы потом вы выделяете библиотеку целиком как сейчас вы видите у меня не отдельную кнопку а целиком если вы выделите какую-то одну кнопку то вот это средник у вас будет неактивен вам нужно сделать так чтобы он был активен выделяете значит просто в пустом месте где-то кликайте и на краешек вашей библиотеки вашего меню кликайте и видите у меня выделилась полностью целиком весь вся библиотека теперь у меня вот этот средник вот здесь поле активно это у нас будет расстояние между кнопок делаем один или два пикселя то есть как будет лучше смотреться у вас переходим в предпросмотр и смотрим обратите внимание между кнопками у меня теперь расстояние два пикселя если мы будем прокручивать сайт у нас меню будет прокручиваться тоже как нам прилепить меню как в моем примере то есть у меня меню вы видите прилеплено мы с вами это еще не проходили это делается очень легко значит выделяете опять так же чтобы у вас было выделено целиком ваша библиотека и вот здесь вот есть наверху такой инструмент и тут написано фикс фиксировать если вы фиксируете значит к правой части вы сначала выберите положение то есть я его подвину прям краю своего холста где я хочу чтобы оно было и вы ставите точку в правом верхнем углу то есть будет прилеплено меню в правую часть идем в предпросмотр в браузере и смотрим вы видите я прокручиваю сайт а менюшечка красивым образом закреплена там где мне нужно то есть вот таким вот образом как вешать ссылки и якоря вы это уже умеете то есть вы просто выделяете текстовую область чтобы она у вас подсвечивалась маркерами и потом вешаете либо ссылку либо вы вешаете якорь давайте я это продемонстрирую например страница 1 вложенная страница будет прокручивать нам ниже берем якорь мне нужно чтобы прокручивало вот сюда значит я якорь ставлю удаляю так мне надо сначала удалить свой якорь который я предыдущий ставил и у меня якорь размещаем в углу верхней части блока туда куда нужно прокрутить страницу теперь мы идем страница 1 выделяем ее идем добавить или фильтровать и выбираем наш якорь который мы только что создали и давайте посмотрим как у нас работает якорь сейчас мы находимся на верхней части сайта я кликаю по кнопке главной а теперь кликаю по странице 1 наш сайт прокручивается до нужного блока также здесь у этих страниц дополнительных вы можете настроить оттенки цвета состояний то есть смотрите главная у нас кнопка активная она светится желтым вы также сможете подкрасить и внутренние страницы выделив нужный объект вы также перейдете сюда и активное выбираете и здесь уже играете с цветом вот такой получился урок думаю вам здесь будет все понятно вы будете делать теперь потрясающе красивые менюшки и один такой важный момент когда вы будете сайт экспортировать к вам на хостинг не забудьте убедиться в том чтобы здесь галочка стояла закрывать все и экспортируйте именно ваш сайт чтобы ваше меню было вот так вот в свернутом виде в режиме редактирования вот так вот как сейчас у меня если вы экспортируете сайт на хостинг вот в таком виде в открытом меню оно все время у вас будет верхнее меню так открыто вот имейте это ввиду ничего сложного да то есть вот так убедились в том что все вкладки закрыты и потом идете уже когда сайт у вас готов файл например передать на ftp сервер на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоп без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делайте лендинг пэтч делайте их письмо письмо письмо